Прошлый ролик был про энергию ионизации, то есть энергию, необходимую для отрыва электрона. Мы обнаружили общую закономерность. В левом нижнем углу таблицы расположен цезий, охотно отдающий электрон. У него большой атом и только один электрон на шестом уровне. Если отдать его, у него будет пять заполненных уровней. Он стремится отдать этот электрон, его энергия ионизации мала. На противоположной стороне гелий с его огромной энергией ионизации. Он стабилен, его единственный уровень заполнен, а сам атом мал. Электроны рядом с протонами. Кулоновские силы чрезвычайно сильны, энергия для отрыва электрона нужна огромная. Перед тем, как перейти к остальным закономерностям, должен рассказать вам о второй энергии ионизации. Итак, вторая энергия ионизации. Это важно, потому что такой вопрос иногда встречается на экзаменах по химии. Напомню, что энергия ионизации — это энергия, необходимая для отрыва первого электрона от нейтрального атома без заряда. Вторая энергия ионизации — это энергия, необходимая для отрыва второго электрона. И это очень интересно. Как думаете, у каких элементов высокая вторая энергия ионизации? Вы решите, что у тех же элементов, у которых высокая первая энергия ионизации. Возможно, это так. К примеру, у неона очень высокая энергия ионизации. Он очень не хочет отдавать десятый электрон со второго уровня. Даже если вы его оторвёте, то отнять следующий, девятый электрон, конфигурация теперь как у вторая, по-прежнему тяжело. Вторая энергия ионизации очень велика. Если вдуматься, самая большая вторая энергия ионизации будет у тех, у кого энергия ионизации самая низкая. Самая низкая. Вдумайтесь. Немного запутались. Приведу пример. Смотрите. Вот литий. Малая энергия ионизации. Один валентный электрон отрывается легко. Но после его отрыва элемент становится стабильным, получив конфигурацию гелия. Оторвать второй электрон чрезвычайно тяжело. У лития высокая вторая энергия ионизации. Вы можете задаться вопросом, у каких элементов наибольшая разница между первой и второй энергиями ионизации? Причём вторая энергия ионизации выше, выше чем первая. Это литий и прочие элементы первой группы. При отрыве электрона они становятся сверхстабильными. Потому оторвать второй очень тяжело. Посмотрите на график. Вот первая энергия ионизации. Теперь смотрите на литий. Отрываем электрон. Это просто. Нужно всего лишь 5 электрон в вольт. Атом приобретает конфигурацию гелия. Вторая энергия ионизации равна первой энергии ионизации гелия. Надеюсь, вам понятно. Вот и всё по энергии ионизации. Рассмотрим следующий параметр. Очень важный параметр. Я говорю об электроотрицательности. Электроотрицательность. Это идея самого Лайнуса Поллинга, великого химика. Он был убеждён, что витамин С является ключом к вечной жизни. Так он считал. Он принимал этот витамин в больших дозах. Ну да, ещё раз об этом прочесть. Не хочу наговорить о нём глупостей. Я читал ещё в школе. Так вот, ему принадлежит идея электроотрицательности. Представьте два атома, соединённых ковалентной связью. Я ещё не рассказывал вам о ковалентных связях, но сделаю это в ближайших роликах. Так вот, ковалентная связь — это общие электроны. Я нарисую. Вот, например, атом кислорода. Вот он, наш атом кислорода. Нарисуем его так. А теперь я перерисую его вот так. Вот, валентные электроны. Теперь соединим его с двумя атомами водорода, у которых по одному электрону. Для образования ковалентной связи нужно поделиться электронами. Поместим кислород в самый центр. Вот электроны. Нарисую их здесь. Сделаем их зелёным цветом. А вот водород. Нарисую его оранжевым. Два атома водорода. Один атом здесь, а другой вот здесь. И что теперь? Эта двухцветная пара электронов является общий для водорода и кислорода. Водород отдаёт свой электрон. Кислород отдаёт свой электрон. Оба получают стабильную электронную конфигурацию. У водорода полностью заполняется s-орбиталь. На валентной оболочке атома кислорода внезапно оказывается полный октет электронов. Вот так. Это ковалентная связь, образованная общими электронами. Иногда её рисуют вот так. Кислород. Его неподелённые электронные пары. Вот такая чёрточка. Ещё одна. Чёрточкой показана связь, соединяющая два атома. Вот электроны от кислорода. Вот электрон от водорода. Они общие. Обе записи равнозначны. Чёрточка означает ковалентную связь. Но рассказывая о ковалентной связи, я подвожу вас к понятию электроотрицательности. Лайнус Полинг пришёл к мысли о том, что в ковалентной связи атомы неравноправны. Некоторые атомы притягивают электроны сильнее. Вот атом кислорода. Нам он знаком. Вот он в таблице. Он отбирает электроны. У него высокая энергия ионизации. Ему нужно всего два электрона, чтобы достичь электронной конфигурации неона. Он крепко держит электроны. А вот и водород. При получении электрона у него будет стабильная 1s-орбиталь. А при потере электрона он превратится в положительный ион. Водород устроит и то, и другое, без разницы. А кислород будет активно притягивать электроны. Кислород активно притягивает электроны. В молекуле они неравноправны. Кислород более электроотрицателен. Это значит, что он сильнее притягивает к себе электроны. Это можно изобразить графически. Давайте попробую это сделать. Возьмём эту связь. И, например, сделаем её толще с этого конца. Вот с этого. Этого нет в учебниках, но я делаю так. Можно ещё нарисовать водород и кислород и показать, что электроны в молекуле распределены неравномерно. И то же самое для другого водорода. Электроны большую часть времени находятся у кислорода. Понятие электроотрицательности заключается в перетягивании на себя электронов ковалентной связи. Как думаете, есть ли закономерность для электроотрицательности в периодической таблице элементов? Какие элементы оттягивают электроны? Конечно же, те, которые их очень цепко держат при себе. Те, у которых почти собран октет валентных электронов на внешнем уровне. Октет валентных электронов на внешнем уровне. Вот самые электроотрицательные элементы. Это галоген, особенно фтор, из-за маленького радиуса атома и сильного притяжения к ядру. Инертные газы опустим. Они не образуют ковалентных связей. Им, так сказать, и так хорошо. Они все инертны. Они не вступают в реакции. От слова «инерция». Инерция — это склонность оставаться в покое и ничего не делать. Итак, они инертны, не активны, а эти активны и образуют ковалентные связи, при этом тянут к себе электроны. Эти элементы тоже образуют ковалентные связи, и они всячески стремятся отдать свой электрон. Им и без электрона хорошо. Иногда они отдают свой электрон без образования ковалентной связи. Связь будет ионной. Об этом расскажу позже. Как видите, закономерность аналогично таковой для энергии ионизации. У этих элементов трудно отнять электрон. Они его притягивают. Они электроотрицательны. Они тянут на себя электроны связи. А у этих низкая энергия ионизации, и у них легко отнять электрон. У них низкая электроотрицательность. Они не тянут на себя электроны связи. Ещё одна очевидная закономерность — металлические свойства элементов. Металлические свойства. Что же это за металлические свойства элементов? Я могу вспомнить такие, как электропроводность, блеск и пластичность. Металлы можно гнуть, но не ломать при этом. Но для химиков металлические свойства — это готовность отдавать электроны. Это свойства металлов. Как электропроводность и пластичность, готовность отдавать электроны является свойством металлов. Какие же атомы охотно отдадут электроны? Те, что находятся в нижнем левом углу. Чем больше радиус атома, тем дальше электроны от ядра. Кулоновские силы слабы. Притяжение слабое. Если у атома всего один-два валентных электрона, ему проще отдать их и получить заполненный внешний уровень. Эти элементы отдают электроны. У них сильные металлические свойства. А эти держат свои электроны и хотят ещё. У них слабые металлические свойства. Это вообще не металлы. А что творится в пределах группы? Давайте посмотрим. Если двигаться по таблице сверху вниз. Чем ниже, тем больше радиус атома. И тем дальше электроны находятся от ядра. Притяжение становится слабым. Кулоновские силы слабеют. Электрон становится проще отдать. Металлические свойства растут сверху вниз. А ещё они растут справа налево, потому что чем меньше электронов, тем проще их отдать. Закономерность получается обратной. Отсюда-сюда. Но причины те же. Эти тянут электроны. Эти отдают их. Энергия ионизации растёт. Электроотрисательность растёт. А металлические свойства снижаются. И напоследок о радиусе атома. Давайте запишем. Радиус атома. Есть много способов его измерить. Я, например, знаю вот такой. Мы считаем, что у атома постоянный радиус, в пределах которого можно обнаружить электрон. Пусть это чёткая граница, внутри которой электрон обнаруживается в 90% случаев. Теперь атом связывается с другим. Электроны располагаются между ядрами. Так? И вот связь. Вот расстояние между ядрами. А вот здесь у нас радиус атома. Такой вот способ. Суть у всех одна. Это размер атома. Если двигаться сверху вниз, размер атома растёт. Добавляются новые энергетические уровни, новые оболочки. Атом становится всё больше. По этой причине сверху вниз уменьшается энергия ионизации и электроотрицательность, потому что размер увеличивается. Атомы становятся больше. А если мы движемся слева направо? Число электронов растёт, но это электроны одной оболочки. Допустим, это ядро, а вот электронная оболочка. Это не всегда сфера, но так проще. В пределах периода растёт число электронов оболочки. Итак, я всё сильно упрощаю. Итак, слева направо растёт число протонов в ядре. Положительный заряд ядра растёт. Оно сильнее притягивает к себе электроны, тянет их внутрь. Тянет внутрь. Поэтому при движении слева направо размер уменьшается. Запишу. Размер уменьшается. Размер уменьшается. А что же при переходе в следующий период? Протонов становится больше, так? Но при этом добавляется новая электронная оболочка. Дальше от ядра. Поэтому размер атома увеличивается. Он увеличивается сверху вниз и справа налево. И так он увеличивается сверху вниз и справа налево. От верхнего правого до нижнего левого угла. От верхнего правого до нижнего левого. И хотя в левой части таблицы атомы больше, и такая закономерность соблюдается для всех групп, но в пределах группы, чем больше номер, тем больше размер атома. В пределах периода, чем больше протонов, тем меньше атом. Надеюсь, вам было интересно. В следующих роликах расскажу о связях. Продолжение следует...